В феврале 2016 года в сети интернет появилось видео, снятое в окрестностях сирийского города Алеппо. Оно было сделано боевиками одной из вооруженных группировок, ведущих борьбу против законного правительства Сирии. На кадрах виден танк российского производства Т-90, принадлежащий Сирийской Арабской Республике. Боевики выпускают по нему управляемую ракету из американского противотанкового комплекса ТОУ-2. Через несколько секунд происходит взрыв, и Т-90 скрывается в облаке дыма и пыль. За кадром слышны восторженные возбросы боевиков, радующихся точному выстрелу. Но каков будет результат этой атаки, пока непонятно. Впервые противотанковый комплекс ТОУ-2 появился на вооружении подразделений армии США еще в 1983 году. Кумулятивная боевая часть его ракет была способна пробить стальную броневую преграду толщиной до 85 сантиметров. Такой защиты советские боевые машины, включая новейшие танки того времени, не имели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в 60-е годы прошлого века советский танк Т-64 для противодействия кумулятивным боеприпасам получил так называемую комбинированную броневую защиту. В ней между двух стальных листов находился слой из более легкого материала, алюминия или стеклопластика. Такой наполнитель значительно ослаблял действие кумулятивной струи, что позволяло повысить защищенность машины без кардинального увеличения ее боевой массы. По уровню защиты комбинированная броневая преграда танка Т-64 соответствовала 50 сантиметрам однородной, или, как еще говорят, гомогенной стальной брони. Для сравнения у появившегося в начале 70-х американского противотанкового комплекса БИДЖИ-М-71 тип А бронепробиваемость составляла только 43 сантиметра. Но уже в 80-е годы ее удалось увеличить. Тип С был способен пробить 63 сантиметра. Тип Д известный также как ТОУ-2-85. Кроме того, немалую опасность для бронированных машин представляли ручные противотанковые гранатометы. По бронепробиваемости они уступали ракетным комплексам, зато были дешевле и компактнее. Их можно было применять в большом количестве и легко переносить по полю боя. Это позволяло атаковать танки в борт или при бою в городе в крышу. Эти места танков обычно были защищены хуже, чем их лобовые проекции. То есть все шло к дальнейшему увеличению толщины броневой защиты. И даже более прогрессивная комбинированная броневая преграда не была панацеей. С увеличением броневой защиты боевая масса танка возрастала, что в свою очередь приводило к увеличению нагрузки на узлы ходовой части и трансмиссии машины. Плюс необходимо было уже делать более мощный двигатель. Все это превращалось в своего рода снежный ком. Еще во время Великой Отечественной войны советские ученые предложили альтернативное средство борьбы с кумулятивными боеприпасами. Предлагалось использовать контр-взрыв. Для этого на поверхности танка нужно было разместить специальное взрывчатое вещество. При попадании в него снаряда оно бы детонировало и разрушало кумулятивную струю. Это было смелое решение, но воспользовались им не сразу. Сначала хватало обычной стальной брони. А затем придумали комбинированное. Кроме того, на танке перевозился десант, и пехотинцы могли пострадать от такого взрыва. Не последним был и психологический фактор. Перспектива разместить снаружи танка около тонны взрывчатки вызывала вопросы у высшего командования. Справедливости ради следует сказать, что и на Западе относились к этой идее скептически. Уже к концу 60-х годов проблема перевозки десанта в бою была снята. Специально для этого были созданы боевые машины пехоты, БМП. А увеличение бронепробиваемости противотанковых боеприпасов заставило вновь вернуться к разработке подобной защиты. Она получила название динамической. Причем заряд взрывчатого вещества являлся уже не единственным средством воздействия на кумулятивную струю. Его дополнили металлические пластины. Упрощенная схема элемента динамической защиты выглядит следующим образом. Заряд взрывчатки и примыкающая к нему металлическая пластина толщиной несколько миллиметров. Когда кумулятивная струя попадает в такой элемент, происходит детонация взрывчатого вещества. Формирование кумулятивной струи нарушается. При этом металлическая пластина приходит в движение. Она пересекает траекторию кумулятивной струи, частично забирая на себя ее мощь. Таким образом, эта пластинка металлическая из двух миллиметров превращалась в 4 сантиметра дополнительно броневой защиты. Подобную динамическую защиту в СССР создали в начале 80-х годов. Она получила обозначение «Контакт-1». Каждый ее модуль представлял собой небольшой стальной контейнер. Их устанавливали на поверхностях танка. Внутри каждого модуля находились два элемента динамической защиты. Стальные футляры со взрывчатым веществом внутри. Они были расположены под небольшим углом друг к другу. Таким образом, при установке контейнеров на наклонную поверхность танка, кумулятивная струя неминуемо зацепила бы два или три элемента динамической защиты. Во второй половине 80-х годов динамическую защиту «Контакт-1» установили на танки Т-64БВ и Т-80БВ. Если буква «Б» указывала на комплекс управляемого ракетного оружия, имевшегося в арсенале танков, то «В» как раз на наличие динамической защиты, то есть взрывчатки. Танк Т-72Б сразу разрабатывался с учетом установки этой защиты. Поэтому дополнительный индекс не присваивался. У меня был ученик, который прошел первый штурм Грозного, и ему повезло, на его танке успели установить динамическую защиту. Они получили 11 выстрелов из гранатометов, ни один не имел пробития. Динамическая защита позволила в полтора-два раза снизить бронепробиваемость кумулятивных боеприпасов. Но при попадании бронебойных подкалиберных снарядов она не срабатывала. Это зависело от скорости воздействия на взрывчатые вещества. У кумулятивной струи она достигает 10 км в секунду, а бронебойных снарядов на порядок меньше. Выбрать менее чувствительное взрывчатое вещество пришлось вынуждено, чтобы оно не детонировало от безвредных для танка пуль стрелкового оружия или снарядов малокалиберных пушек. Их скорость была сопоставима со скоростью бронебойных боеприпасов. Со временем систему усовершенствовали. В «Контакт-5» защиту от пуль стрелкового оружия и от малокалиберных пушек выполняет 20-мм стальная броневая плита. А вот уже за ней располагается новое взрывчатое вещество с повышенной чувствительностью. Поэтому при прохождении броневой плиты 20-мм кумулятивная струя свободно, ну, относительно свободно проходит, ну, дальше по вышеуказанной схеме. И в то же время это же взрывчатое вещество теперь уже стало срабатывать и на бронеподкалиберный снаряд. Когда бронебойный подкалиберный снаряд ударяет по бронекрышке, образуется поток осколков. Они и приводят к детонации взрывчатого вещества динамической защиты. Под действием энергии взрыва бронекрышка бьёт по снаряду и частично разрушает или отклоняет его. Как показали эксперименты, это снижает эффективность подкалиберного снаряда на 10-20%. В конце 80-х систему «Контакт-5» стали устанавливать на танки Т-72Б образца 89-го года и Т-80У. Восьмидесятка, помимо совершенствованной системы защиты, получила новый комплекс управляемого вооружения «Рефлекс». В результате максимальная дальность эффективной стрельбы увеличилась с 4 до 5 километров. Установили на Т-80У и новый газотурбинный двигатель. Мощность силовой установки возросла с 1100 до 1250 лошадиных сил. Но не только танки нуждались в улучшении своих характеристик. В 70-е годы коллективы Курганского специального конструкторского бюро машиностроения поставили задачу создания новой боевой машины пехоты. Одним из требований к ней было увеличение броневой защиты по сравнению с предшественницами. Столь же мощного бронирования, как у танков, не требовалось. В первую очередь надо было защититься от огня стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Но в то же время лобовая проекция новой БМП должна была выдерживать попадание снарядов автоматических пушек. Именно такой тип оружия устанавливался на аналогичных по назначению машинах стран НАТО. Речь о немецкой БМП «Мардер-1». Калибр ее орудия составлял 20 миллиметров. И о перспективной американской БМП «Брэдли». Ее пушка имела калибр 25 миллиметров. У первых советских БМП был существенный недостаток. Чтобы десант имел возможность спешиваться через кормовую часть, то есть под прикрытием корпуса машины, двигатель пришлось установить в носу. Из-за этого центр тяжести был смещен вперед, что затрудняло движение на плаву без десанта. Усиление броневой защиты сделало бы носовую часть БМП еще тяжелее. Кроме того, заднее размещение десанта не оставило места для установки водометов. Движение на плаву происходило за счет энергии вращения гусениц. При использовании водометов скорость обычно составляла 10 километров в час. В данном случае только 7. Еще один минус переднего размещения двигателя. Десант не мог вести огонь строго по курсу машины. Стрельба была возможна только вбок. Новая боевая машина пехоты получила обозначение БМП-3. Ее конструктивная схема была следующей. Моторно-трансмиссионное отделение находилось в корме. Там же установили два водомета. В носовой части остался только топливный бак, поэтому там нашлось место не только для механика-водителя, но и для двух пулеметчиков. Еще пять мотострелков располагались в боевом отделении сразу за башней. В самой башне находились наводчик и командир. При этом конструкторам удалось сохранить возможность посадки и спешивания мотострелков через кормовую часть машины. Для этого устанавливался малый по высоте двигатель. И главное, появилась возможность усилить защиту лобовой части БМП. Она выдерживала попадание 30-ти миллиметровых снарядов с дистанции 200 метров. Изменили и вооружение боевой машины пехоты. Оружие выполнено не в виде спаренной установки, как обычно, пушка и пулемет. Здесь уже проявляется новый термин «блок оружия». То есть основным оружием является 100-мм нарезанное орудие-пусковая установка, плюс спаренная с ним 30-мм автоматическая пушка, и уже с двумя этими пушкой и орудием еще и спарен пулемет. На вооружение БМП-3 приняли в 1987 году. Изначально БМП-3 планировалось и для водоразделений ВДВ. Но еще на этапе проектирования возникло опасение, что боевая масса машины вместе со средствами десантирования превысит 20 тонн. И военно-транспортный самолет Ил-76 сможет взять на борт только одну БМП. Для сравнения, боевых машин десантных в грузовой кабине Ила помещалось три. Поэтому линию БМД решили развивать своим. Так как БМД-1 и созданная на ее базе БМД-2 имели относительно небольшие размеры, то рабочее место командира находилось не в башне, а в передней части корпуса, откуда обзор был хуже. Но с появлением Ил-76, грузоподъемность и фюзеляж которого были больше, ограничения по массе и габаритам БМД стали менее жесткими. Ширину можно было увеличить с 2,5 до 3 метров, а боевую массу с 7 до 13 тонн. Благодаря этому для новой десантной машины, которая получила название БМД-3, спроектировали башню большего размера. Теперь в ней нашлось место и наводчику, и командиру. Следующим шагом стала БМД-4. Ее принципиальное отличие – блок оружия со спаренными пушками, аналогичный тому, что установлен на БМП-3. И, наконец, самая совершенная модификация – БМД-4М. Она имеет систему управления огнем, позволяющую сопровождать цели в автоматическом режиме. Сегодня на вооружении российских ВДВ есть еще одна бронированная боевая машина, которая внешне очень сильно напоминает танк. На самом деле классифицируется она как самоходная артиллерийская установка. Одной из важнейших проблем при удержании захваченного рубежа или объекта для воздушно-десантных войск является возможность применения противникам танковых частей подразделений. Поэтому оружия боевой машины десантной не всегда хватает для того, чтобы отразить атаку наступающих танков противника. Для борьбы с танками артиллерия ВДВ получила самоходную установку, которую назвали 2С-25 «Спрут». Основным вооружением «Спрута» стала мощная пушка калибра 125 мм. Такой же тип и калибр орудия имеют современные российские танки. Монтируется пушка во вращающейся башне, что и делает эту боевую машину максимально похожей на танк. Но поскольку разрабатывался «Спрут» прежде всего как средство противотанковой обороны, то и отнесли его к классу самоходных установок. По сути дела, да, «Спрут» — это легкий танк. Помимо стрельбы оперенными бронебойными снарядами, осколочными и кумулятивными, также мог вести стрельбу и управляемые ракеты. Кроме того, машина плавающая. Ее масса — 18 тонн. Но даже несмотря на это, машина получилась, безусловно, уникальная и не имеющая аналогов за рубежом. Но вернемся непосредственно к танкам. Динамическая защита, которую получили основные советские танки во второй половине 80-х годов, стала эффективным средством противодействия. Но, как показало время, и для этого способа защиты нашлось противоядие — кумулятивные боеприпасы с тандемной боевой частью. На самой части у такой гранаты ставится еще одна небольшая кумулятивная боевая часть, задача которой, то есть при подлете и ударе в динамическую защиту, она инициирует динамическую защиту, та срабатывает, но после этого в гранате срабатывает основная боевая часть, когда уже динамической защиты нет. И она тогда вот осуществляет пробитие основной брони танка. Для борьбы с такими боеприпасами был использован принцип так называемого «двустороннего метания», когда поражающий боеприпас находится под действием двух бронепластин, одна из которых двигается ему навстречу, а вторая — в противоположную сторону. Такой вариант оказался эффективнее и позволил снизить бронепробиваемость кумулятивных боеприпасов с тандемной боевой частью. Но все понимали, что дальше последует новый виток противостояния брони и снаряда. И кроме того, динамическая защита обеспечивает защиту только передней проекции, где-то там плюс-минус 35-40 градусов по азимуту, и не может защитить ослабленные зоны танка, там где смотровые приборы, подвижные части, и где-то несколько тонн обеспечивает защиту только передней проекции, а у танка есть ограничения по массе. Самый эффективный способ защиты — это когда снаряд вовсе не попадает в танк. Например, можно уменьшить габариты боевой машины. Это затруднит ее обнаружение и прицельную стрельбу по ней. Для сравнения, площадь лобовой проекции танка Т-72 составляет 4 квадратных метра. У американского «Абрамса», израильской «Меркавы» или немецкого «Леопарда» она на 20-25% больше. Отечественные танки всегда выгодно отличались этим показателем от западных конкурентов. Максимально скрыть танк на поле боя можно и с помощью дымовой завицы. Сначала для этого использовались пороховые шашки, а затем специальное устройство многократного действия. Топливо впрыскивалось в выхлопной коллектор, испарялось, и при соприкосновении с окружающим воздухом создавало густой защитный туман. Такой способ хорошо подходил, если нужно было скрыть танки в случае вынужденного отхода с поля боя. А вот при ведении атаки возникали сложности. Либо нужно было использовать попутные направления ветра, либо одна из машин должна была пройти перед наступающей цепью танков, подставляя под огонь противника менее защищенные борта. Уже в 70-е годы для советских бронированных машин была разработана система «Туча». Это было несколько небольших пусковых установок, предназначенных для отстрела дымовых гранат. Их устанавливали на башне. Дальность пуска составляла около 300 метров. Выстреливались гранаты вперед, что позволяло использовать их в наступлении. Но дымовая завеса скрывала не только танки от противника, но и самого противника. А в бою нужно не просто двигаться вперед, а уничтожать огневые средства, мешающие продвижению дыхания. Дымовой способ защиты можно применить в начале атаки, чтобы сократить дистанцию до врага или для скрытого изменения направления движения. Но все равно рано или поздно машины оказались бы под огнем противника. Поэтому в 80-е годы была создана более эффективная система противодействия. Главным образом она была нужна для борьбы с управляемыми противотанковыми боеприпасами. Один из способов их наведения предполагал наличие в хвостовой части летящей ракеты хорошо заметного светящегося пятна, трассера. Система наведения следила за ним и в случае отклонения от нужной траектории выдавала ракете команды на корректировку полета. Для противодействия подобному способу наведения на танк устанавливались мощные инфракрасные оптико-электронные подавители. Они создавали засветку, на фоне которой системы наведения теряли маленькие трассы ракеты и она не попадала в цель. Другой способ наведения управляемых ракет заключался в следующем. Цель подсвечивалась лазерным лучом, который отражался от нее. Головка самонаведения ракеты цеплялась за это отражение и вела ракету на цель. Но при наличии на танке соответствующей аппаратуры лазерное облучение можно зафиксировать и подавить его. Для этого производится отстрел двух гранат, которые создают аэрозольное облако, рассеивающее луч лазера и наведение ракеты произвести невозможно. Система включает в себя регистраторы лазерного облучения двух типов. Первые работают в переднем секторе в диапазоне плюс-минус 45 градусов от продольной оси башни. С их помощью определяется, какие из гранат надо отстрелить, поскольку они направлены в определенную зону. Если же атака на танк идет сбоку или сзади, то в дело вступают регистраторы лазерного облучения заднего сектора. По их команде башня поворачивается в сторону источника облучения, а затем в работу вступают регистраторы облучения переднего сектора, которые и выдают команду на отстрел гранат. Кроме того, регистраторы переднего сектора позволяют не только защищаться. С их помощью ствол орудия может быть направлен точно на источник излучения, что позволит подавить огнем атакующее средство противника. Система, включившая в себя подобные средства противодействия, получила обозначение Штора-1. Ее можно оставить не только на танки, но и легко бронированные машины типа БМП. И все бы хорошо, но и это не гарантирует полной защиты. Более того, включенные инфракрасные подавители демаскируют танк и сами могут стать хорошим ориентиром для врага. Меняются и принципы наведения. Для ракет с телевизионной или радиолокационной головкой наведения такая система не помеха. Не обеспечивает она защиту и от неуправляемых боеприпасов, ручных, противотанковых гранатометов. Нужен был еще более эффективный способ противодействия. Наряду с системами подавления систем наведения ракет велись работы по созданию активной системы защиты танка или другого бронеобъекта. Она должна обнаружить летящий в сторону танка боеприпас, выдать команду на отстрел специального боеприпаса, который на подлете к танку уничтожит вот этот боеприпас. Первую такую систему в СССР начали разрабатывать еще в 60-е годы. На корпусе танка Т-55 устанавливалось 8 защитных боеприпасов в виде цилиндров. Каждый из этих боеприпасов имел радиовзрыватель, вышибной заряд и осколочный элемент. При подлете снаряда или гранаты в зону действия радиовзрывателя происходил подрыв вышибного заряда и поток осколков уничтожал подлетающий боеприпас. В 80-х годах на основе этих разработок была создана более совершенная система. Она имела обозначение комплекс активной защиты ДРОСТ и включала в себя радиолокационную станцию, блок управления и секции с защитными боеприпасами. Всего их было 8, по 4 с каждой стороны пашни. Радиолокационная станция обнаруживала летящую ракету или гранату уже на удалении 300 метров от танка. После чего вычислялась траектория их полета. Если боеприпас представлял угрозу, то система начинала отслеживать его и на удалении 6-7 метров от танка уничтожила. После испытаний, проведенных в начале 80-х годов, комплекс ДРОСТ установили на танк Т-55А. Эта модификация получила обозначение Т-55АД. Вероятность в защите танка, оснащенного системой ДРОСТ, составляла 70%. То есть, из 10 выпущенных по танку кумулятивных боеприпасов, 7 сбивалось. Но массовой системой активной защиты комплекс ДРОСТ не стал. Во-первых, он разрабатывался применительно к старому танку Т-55, который свой жизненный цикл практически в это время уже исчерпал. Ну, а основной такой вот недостаток, по нашему мнению, этого комплекса, это то, что у него очень маленький сектор защиты по азимуту. У него составлял плюс-минус 40 градусов. То есть, гранатометчик не будет стрелять в лоб, а подождет, когда танк подставит свою боковую проекцию и будет стрелять. Еще одним недостатком ДРОСТа была большая зона разлета осколков. Это создавало угрозу для наступающих рядом мотострелков. Поэтому в 80-е годы в Коломенском КБ машиностроения приступили к созданию нового комплекса активной защиты. Он получил название «Арена». Мы закладывали с самого начала, что комплекс должен иметь практически круговую защиту. Второе, мы исходили из того, что комплекс должен обеспечивать защиту от целей, подлетающих сверху или поражающих так на пролете на танк. Во-вторых, что этот комплекс должен быть относительно дешевым и иметь малые опасные зоны для войск сопровождения. Комплекс «Арена» включает около 30 защитных боеприпасов, которые устанавливаются вокруг башни. Каждый из них работает в секторе 15-20 градусов. Таким образом, общая защита обеспечивается в секторе 270 градусов. Защитные боеприпасы направленного действия. То есть, по результатам расчета точки встречи вычисляется время отстрела и время его подрыва. Он подлетает от метра до двух метров и на этой высоте он подрывается. И образуется поток поражающих элементов, направленный в сторону цели. Сверху вниз. И все осколки попадают в землю. Почему я и говорю, что у нас малая опасная зона для выскопровождения. До работоспособного состояния комплекс «Арена» довели к началу 2000-х годов. И он был рекомендован для установки на танк Т-80У. Собственно, для него «Арена» и разрабатывалась. По ряду причин серийное производство танков Т-80 тогда решили прекратить. И «Арена» в серию тоже не пошла. Но возникло предложение адаптировать систему для установки на танки типа Т-72. Кроме того, ее решили существенно улучшить. К тому моменту в США появились противотанковые комплексы «Джевелин», чьи ракеты летели на цель не параллельно земле, а набирали высоту и ударяли в хуже защищенную крышу бронированных машин. Модернизированная «Арена-М» получила не 30, а от 8 до 12 боеприпасов, но они корректируемые. То есть он в полете имеет возможность разворачиваться в направлении цели. Есть импульсные двигатели коррекции, которые разворачивают боеприпасы. Это вот позволило нам получить круговую защиту танка, обеспечить защиту от целей, прилетающих сверху. Вот эти знаменитые «Джевелин» «Спайк». То есть мы их перехватываем. По оценкам экспертов, оснащение танка комплексом активной защиты «Арена» повышает его защищенность в 2-3 раза. Он способен перехватить примерно 75% современных противотанковых средств. Сейчас в настоящее время комплекс находится на завершающей стадии отработки, и мы вместе с танкистами его адаптируем к модернизированным танкам типа Т-72Б. Мы считаем, что по крайней мере «Арена» не уступает ни одному из зарубежных аналогов и даже превосходит. Появление перспективных систем позволяет повысить боеспособность танковых войск, не создавая принципиально новых танков. С точки зрения общей компоновки, то есть расположения силовой установки, экипажа, применения автоматизированных средств заряжания и прицеливания, многое было сделано еще в прошлом веке. Можно даже сказать, что советские машины в этом смысле достигли определенного совершенства. Оставалось устранять недостатки, выявленные в процессе эксплуатации. Например, когда на советские танки вместо нарезных орудий стали устанавливать глоткоствольные, появилась неприятная проблема. Толщина стенок таких орудий меньше, поэтому они более подвержены деформации. Происходило следующее. После нескольких выстрелов ствол пушки нагревался и расширялся. Если шел дождь или снег, то верхняя часть ствола охлаждалась и сжималась быстрее, чем нижняя. Из-за этого он искривлялся. Для исправления ситуации еще в середине 70-х годов на пушки советских танков начали устанавливать термозащитный кожух. Он обеспечивал более равномерное охлаждение ствола. Но уже на рубеже 80-х-90-х годов пришло время более кардинальных изменений. Добиться улучшения характеристик можно было как за счет модернизации уже построенных машин, так и созданием новых модификаций. Например, к 72-ка в процессе развития получил усовершенствованный автомат заряжания, новые бронебойные снаряды и встроенную динамическую защиту, а также улучшенную систему управления огнем, обеспечивающую повышенную точность стрельбы. Поскольку масса машины при установке новых систем постепенно росла, увеличивали и мощность двигателя. Сначала ее довели до 1000 лошадиных сил, а новейшая модификация Т-72Б3 имеет дизель мощностью 1130 лошадиных сил. Если сравнивать с самой первой модификацией танка, появившейся еще в первой половине 70-х годов прошлого века, то мощность двигателя увеличилась почти в полтора раза. Схожим путем развивался и Т-80. Так, программа модернизации, объявленная в 2018 году, предполагает установку на модификацию Т-80БМ системой динамической защиты третьего поколения «Реликт», повышающую защиту танков от кумулятивных снарядов с тандемной боевой частью. Танк Т-80 машина уникальная, первая, на которой установлен газотурбинный двигатель. Этому двигателю не нужны ни вода, ни тасол, ни система охлаждения. Способен запускаться в сильный мороз за 2-3 минуты, что крайне востребовано в условиях севера. С учетом преимущества 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии. На вооружении соединения находятся танки Т-80У. В классах и на полигоне идет учебно-боевая подготовка воинов-кантемировцев. Получить первоначальные навыки вождения гусеничных машин и управления системой вооружения танкисты могут на тренажерах. Это позволяет экономить ресурс танков и повысить безопасность для личного состава. Следующий шаг это уже освоение реальных боевых машин. Вожу в тактическую обстановку противник силами до танкового взвода занял рубеж. Ориентир номер один левая пушка лесодальний ориентир номер два мельница седьмой танковой роте поставлена задача атакой сходу уничтожить противников. Данное упражнение оно является основным для танковых подразделений и в ходе его выполнения отрабатывается слаженность в составе штатного танкового взвода. С рубежа открытия огня танковые экипажи выдвигаются в боевой линии и ведут огневое поражение условного противника обозначенного на поле мишенями. После отработки этих упражнений следует тематика по слаживанию рот и батальон. Танк Т-80 это хорошая надежная машина. Сегодня помимо танков Т-72 и Т-80 на вооружении российской армии находится еще один основной танк Т-90 по сути это модификация того же Т-72 машина разрабатывалась на Уралвагонзаводе под руководством главного конструктора Владимира Поткина начались работы в 89 году еще в СССР а закончились уже после распада Союза. При посещении Уралвагонзавода 8 июля 1992 года первый президент России предложил назвать первый танк Российской Федерации новым термином Т-90 и в октябре 1992 года усовершенствованный танк Т-72Б под наименованием танк Т-90 был принят на вооружение Российской Федерации. Т-90 изначально разрабатывался под установку не навесной а встроенной динамической защиты типа Контакт-5. Он получил новый комплекс управляемого вооружения с увеличенной с 4 до 5 километров дальностью стрельбы ракеты. На танке Т-90 впервые была установлена система оптико-электронного противодействия Штора. Производство Т-90 развернуто на Уралвагонзаводе. Круглосуточно работающий конвейер позволяет одновременно собирать десятки машин. На сборку одного танка уходит около недели. Прямо с конвейера машины выборочно отправляют еще называют купанием танка. Его погружают в бассейн, который имитирует реальную водную преграду и проверяют на герметичность. На глубине 5 метров Т-90 должен провести 20 минут. По нормативам в танк должно поступать не больше 5 литров воды в минуту, то есть всего 100 литров. Высокий уровень технологий позволяет свести протечки к минимуму. На практике не набирается и литра. Также выборочным контролем проверяются силовая установка, системы защиты и управления огнем. Помимо поставок в российскую армию Т-90 активно отправляется на экспорт. В первое десятилетие 21 века он стал самым продаваемым новым танком в мире. Получил Т-90 и армия Арабской Сирийской Республики. Во время боестолкновений в Сирии машина продемонстрировала свои лучшие боевые качества. Когда в феврале 2016 года было опубликовано видео атаки боевиков на танк Т-90 из американского комплекса ТОУ-2 восторженным криком за кадром могло создаться впечатление что машина была уничтожена. На самом деле этого не произошло. Сработал блок динамической защиты Контакт-5. И когда дым рассеялся стало видно как один из членов экипажа покидает машину. Танк Т-90 продолжает совершенствоваться. Одной из последних его новинок является динамическая защита третьего поколения Реликт. К установке готовится и комплекс активной защиты Арена-М. Танк сегодня это несколько больше чем гусеничная бронированная машина с артиллерийским вооружением. Это сложный компьютеризированный боевой комплекс. Современные системы управления огнем учитывают в своей работе самые разные параметры. Это и сверхточное определение дальности до цели и учет баллистики того или иного типа боеприпаса и корректировка на собственное движение. Кроме того вводятся поправки на скорости направления ветра температуру окружающего воздуха атмосферное давление износ канала ствола. Учитывается даже температура пороховых зарядов артвыстрелов. Промахнуться практически невозможно. А танкостроители подошли уже к следующему рубежу. Новый танк созданный конструкторами Уралвагонзавода получил обозначение Т-14 Армата. Принципиальным отличием Т-14 является схема расположения экипажа. Башня машины необитаемая. Места механика водителя наводчика и командира находятся в передней части корпуса. У этого танка оригинальная компоновка с дистанционным управлением вооружением и размещением экипажа в высокозащищенной бронированной капсуле, которая изолирована от боекомплекта и топлива. Это существенно повышает шансы на выживание экипажа при поражении танка. То есть воспоминавшиеся боеприпасы топлива не воздействуют на экипаж. Второй принципиальный момент. Т-14 проектировался как одна из машин, использующих тяжелую гусеничную платформу «Армата». Например, уже создана боевая машина пехоты Т-15. Ее двигатель находится не в кормовой части, как у танка Т-14, а в передней. В корме же располагается десантное отделение. То есть «Армата» своего рода модульный конструктор, позволяющий собрать нужную конфигурацию. Сегодня создана еще одна подобная гусеничная платформа «Курганец-25». Это семейство легких бронированных плавающих машин. Среди них новейшие бронетранспортеры и БМП. Что касается «Арматы», то помимо танка и боевой машины пехоты планируется строить на этой платформе самоходные артиллерийские установки, инженерные и ремонтно-эвакуационные машины, а также войсковые средства ПВО. То есть это будет целый комплекс боевых машин, что позволит уменьшить количество ремонтных средств, улучшить обслуживаемость. Ну, а самое главное, на этой платформе уже закладываются, в информационном пространстве. Практически любой командир может в реальном масштабе времени узнать, в каком состоянии находится то или другое подразделение или конкретная боевая машина. То же самое ремонтные органы, они будут уже четко знать, где находится машина и приблизительно в каком состоянии. Подобное информационное поле строится, исходя из так называемой концепции сети центрических войн. В ее основу положены идеи маршала Советского Союза Николая Агаркова, изложенные им еще в начале 80-х годов согласно им предполагается объединить все боевые средства в единую коммуникационную сеть. Танки, САУ, самолеты и вертолеты, средства ПВО, беспилотные летательные аппараты смогут обмениваться информацией как между собой, так и передавать ее в вышестоящие извинения. Например, командир танкового батальона сможет в реальном масштабе времени получать сведения о местонахождении каждой машины, об остатке в ней топлива и боезапаса. Раньше для этого использовалась цепочка устных докладов, не заканчивая командирами РОД. На это уходило немало драгоценного в боевой обстановке времени. При этом наводчики смогут получать целеуказания не только от командира танка, ведущего визуальные наблюдения за полем боя, но и от средств радиолокационной и телевизионной разведки. Т-14 изначально разрабатывался с учетом этой концепции. На танке есть соответствующая коммуникационная и навигационная аппаратура. Более того, даже имеется радиолокационная станция, которая может обнаруживать несколько десятков не только наземных, но и воздушных целей. Т-14 сможет выполнять роль лидера для танков предыдущего поколения. Он будет снабжать их информацией о противнике и заранее предупреждать о воздушном нападении. В такую единую группу могут также входить БМП, самоходные артиллерийские установки, ударные вертолеты и относительно новое бронетанковое средство, боевые машины огневой поддержки. По защищенности они сопоставимы с танками и должны помогать им бороться с пехотой, бронетехникой и вертолетами. Данная задача решается за счет применения программно-технического комплекса тактического взаимодействия. То есть вся тактическая информация, местоположение своих войск, своих подразделений, местоположение разведанных целей противника, она онлайн предоставляется командиру на его информационную панель. Он может оперативно принимать решения по уничтожению целей, понимать, где находятся свои приданные подразделения и в составе тактического звена более эффективно решать задачу. Кроме того, Т-14 оснащен сверхсовременными, а поэтому и сверхсекретными системами динамической и активной защиты. Новейшим комплексом управления вооружением. Система управления огнем, она высокоавтоматизированная, имеет высокопроизводительные вычислительные системы, многоспектральный прицельный комплекс. Все это в совокупности позволяет решать задачи автоматического поиска целей, их обнаружения, автоматического сопровождения и высокоэффективной стрельбы. Минул уже век с того момента, как первый советский танк, борец за свободу товарищ Ленин, вышел на испытания. Они начались 31 августа 1920 года. С тех пор отечественная конструкторская школа явила миру не один выдающийся образец бронетанкового вооружения. Многие из них на десятилетия вперед задали тон развития мирового танкостроения. И вот новая машина. При проектировании Т-14 был учтен весь предыдущий опыт и реализованы новые идеи, которые также станут ориентиром для всех последующих разработок. Т-14 это ближайшее будущее танковых войск российской армии. История русского танка продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова